Игорь Ильич, сразу хотел бы проговорить, что вопросы пишите, пожалуйста, в конце, потому что те вопросы, которые у Вас будут возникать в начале, скорее всего, будет информация, которая будет их развеивать. И в конце у Вас их поедине должно остаться, если же останутся, то мы их в конце все обсудим. Итак, меня зовут Андрей Матяш, я управляющий партнер компании Фабиль. У нас много разных услуг, какими мы занимаемся, но основное, чтобы понимать, что мы с том, и мы юристы для амазон-предпринимателей. Если у Вас возникают юридические, финансовые, либо же налоговые вопросы, вопросы, которые связаны с амазоном в любых странах, мы можем Вам помочь. И давайте сегодня мы поговорим об использовании компаний при работе на амазоне, потому что этот вопрос возникает очень часто. Спрашивают, как лучше сделать, на себя зарегистрировать аккаунт, открыть аккаунт на компанию, какие плюсы, какие минусы. И сейчас очень много мы сталкивались, и ребята сталкиваются с тем, что если открывать аккаунт на компанию, то амазон очень долго верифицирует аккаунт. Постараюсь проговорить и про эти вопросы, что можно сделать, чтобы эту процедуру упростить, чтобы амазон открыл Вам аккаунт, вы можете свободно работать, использовать те полиции, которые есть в компании. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Когда необходима компания, возможности, которые дают использование компании и сложности, которым нужно быть готовым при использовании компании. Денис, я слайды переключаю, но там пока не меняется. Сейчас смотрим. У меня в скайпе пока слайды не меняются тоже. Вот поменялся скайп. Там за торможкой, ты не переживай. Там где-то 5-10 секунд, когда как, от интернета. На Амазоне Вы можете работать в двух хипостасиях. Как физическое лицо и как компания, которая зарегистрирована в любой из стран. Я очень коротко остановлюсь, когда у Вас аккаунт открыт на физлицо, с какими нюансами сталкиваемся, какие рекомендации мы можем. Если у Вас аккаунт открыт на физическое лицо, Вы чаще всего используете Payoneer. Самое главное, что необходимо понимать, дальше каждый сам уже решает степень риска о том, что если у Вас аккаунт открыт как на физическое лицо, Вы зарабатываете деньги в другой стране как физическое лицо и как налоговый резидент той страны, где Вы находитесь. Белоруссия, Украина, Россия, Казахстан, Польша, любые страны. Если рассматривать налоговое законодательство, любой из стран, оно в этом плане будет одинаковое. Если Вы как физическое лицо зарабатываете в другой стране, Вы обязаны в стране, где Вы налоговый резидент, отчитываться и платить налоги. Большой плюс наших стран, наших я имею ввиду постсоветских, в том, что у нас пока не развит обмен налоговой информацией между штатами, между европейскими странами. Внутри Европы уже работает эта система, работает уже несколько лет. В чем она заключается? Если, к примеру, гражданин Италии открывает счет в Прибалтийском банке, Прибалтийский банк собирает информацию о этом человеке, о его налоговом резидентстве и в конце года отправляет данные в итальянскую налоговую. В Европе это уже работает. У нас, слава Богу, пока что не работает эта вещь, поэтому пока что этого можно не бояться, но просто чтобы мы все понимали, что мы к этому придем рано или поздно. К примеру, штаты в Украине было в начале этого года подписано соглашение об обмене налоговой информации между Украиной и штатами, но оно было подписано в одну сторону. То есть украинские банки и финансовые институции при мониторинге своих клиентов собирают информацию о резидентах штатов и отправляют их через службу финансового мониторинга. Если мы торгуем как физические лица, мы должны понимать, что есть риск того, что мы где-то зарабатываем, но у себя в стране не отчитываемся и не платим. Дальше каждый решает сам, как он это делает. Ну, просто это нужно принять. Какие есть рекомендации, чтобы все-таки свести к минимуму получение такой информации налоговыми органами? Это, если у вас где-то в другой стране открыт счет, либо же есть карта, к примеру, Payneer, старайтесь как можно меньше проводить в ней операции в своей стране. К примеру, в Украине, если снимать через карту Payneer деньги, либо через банкомат, либо через счет, информация в банке остается. Другое дело, что банк ее никуда не отправляет, но пока что это так. Не перебрасывайте Payneer на свой счет в стране, где у вас открыт банковский счет. И желательно не снимать наличные в своей стране. Опять же, это не закон, это просто рекомендации для того, чтобы снизить возможность налоговых органов получить информацию о вашем бизнесе, который есть в другой стране. Так, здесь все, Денис, не меняется. Можно перебросить слайд, либо же обновить? Денис? Я здесь. Что? Можно обновить? Потому что у меня там прошло несколько слайдов, но пока не обновилось ничего. Что-то смотрю, у меня ничего не показывает. То есть у меня вот, что вы сегодня узнаете? Ну, там сейчас должен быть слайд, зачем мне использовать компанию. Ладно, я начну, оно... А ты дерни его, это самое, сейчас, еще раз. Туда-сюда. То есть сейчас у меня старый слайд просто стоит и все. Так, нажимай. Нажал. Пока у меня ничего не обновляется. Ладно, я начну, оно подтянется. Теперь перейдем к компании. Для чего ее... Что вам даст использование компании? Ну, во-первых, и одно из самых основных, о чем мало кто задумывается на начальных этапах, это возможность строить бизнес с партнерами. Мы, к сожалению, сталкивались уже с такой ситуацией в практике, когда ребята, два-три человека объединяются, начинают бизнес. На одном зарегистрирован аккаунт, на втором зарегистрирован Paypal, либо же Payneer, на третьего регистрируют торговую марку. Когда бизнес начинается, нет еще доходов, нет чего разделять, оно все идет хорошо. Но когда у вас появится прибыль, появятся обороты, очень важно, чтобы вы изначально договорились, как их разделять. Компания – это один из моментов, как это можно сделать. Либо же это один из моментов, который позволит, как можно привлечь в вас проект нового участника, на каких условиях. Следующий момент – это простота проведения валютных расчетов, получения оплат от Амазона, либо же других компаний. И что важно – это оплата в другие страны. Payneer сейчас в этом плане молодец, потому что много китайцев уже имеют свои Payneer, и внутри Payneer можно проводить расчеты. Но все-таки наличие компании и банковского расчета компании позволит совершать оплаты в другие страны и расширит возможности, которые, к сожалению, пока нельзя сделать, которые пока недоступны в Payneer. Компания дает возможность оптимизировать налоги, причем сделать это законным способом. Я не говорю о том, что прятать, либо же не показывать их, а оптимизировать, то есть выбрать страну, в которой налоговое законодательство будет более приемлемое, чем законодательство в вашей стране, либо же в стране вашего партнера. Компания также дает дополнительную возможность продать бизнес. Когда приходит покупатель, когда вы дорастаете до того уровня, что вы либо хотите продать бизнес, либо же вас хотят купить, то для покупателя важно, чтобы все составляющие были либо на одном человеке, либо же на одном субъекте. К примеру, аккаунт, торговые марки, подписанные контракты с поставщиками. Это выгодно, когда контракты прописаны длинные, тогда возможно собрать это все воедино. Момент, о котором сталкиваются ребята, которые торгуют хотя бы год, либо больше, это возможность привлечения финансирования. Наличие компании, наличие активного счета в банке даст вам возможность привлечь либо же кредит от банка. Если мы говорим о европейских банках, там довольно приятные ставки, там от 4 до 6% годовых, либо же привлечь финансирование. Либо же привлечь финансирование, имеется в виду от инвестора, который войдет либо же в долю, либо в какую-то часть бизнеса. Так, Денис, что нам можно сделать, чтобы обновить? Потому что у меня уже часть слайдов прошла. Вот сейчас обновилась, молоток вижу. В Фейсбуке я смотрю, отлично. Часто спрашивают, либо же говорят ребята, что вот компания, можно ли использовать офшорную компанию, можно ли использовать компанию с каких-то островов. На самом деле можно использовать любую компанию. Компания – это всего лишь инструмент, которым можно как забить гвоздь, так и проломить кому-то голову. Но здесь речь идет, что если говорить об офшорных компаниях, Белиз, Бивяй, Панама, с ними сейчас в последние года-два стало очень некомфортно работать, потому что банки не хотят открывать счета на эти компании. Если же проходит открытие счета, например, в прибалтийских банках, либо в кейперских, процедура согласования, последним клиентам мы открывали счет порядка четырех месяцев. Ему необходимо было именно офшорной компанией открыть счет, но заняло очень много времени. Поэтому можно использовать и офшор, и на такие компании, и Amazon нормально платить будет. Но проблема в том, что вы открыли счет для таких структур. Теперь, когда все-таки стоит задуматься о компании, нужно использовать ее, либо нет. Мы для себя на примере, на практике нашей и наших клиентов определили такие вещи. Это воздоход аккаунта, если мы говорим об Амазоне, должен быть хотя бы 10-20 тысяч долларов в месяц. Ну, соответственно, это при марже 15-20 процентов, для того, чтобы вы могли себе свободно позволить компанию и ее содержание, чтобы затраты на обслуживание компании не были для вас критичными, чтобы не съедали большую часть прибыли. Когда у вас большие доходы на оплату поставщикам через разные... Когда вы платите поставщикам через Paypal, либо же через другие системы, и затраты, связанные с платежами, такими довольно большие. К примеру, Paypal, по-моему, берет 4,5 процента. Через банки такие платежи будут делать намного проще и дешевле. И третий момент, когда вы резидент страны, которой нет в списке Амазона. К примеру, если говорить о европейском Амазоне, то ни России, Украины, Молдавии, Казахстана там нету, поэтому легально вы на себя не... Чтобы открыть себе аккаунт как физическому лицу, необходимо использовать некоторые ухищрения, которые, если всплывут, это грозит баном вашего аккаунта. Задать эти три вопроса, если у вас какой-то из них критичен, тогда вам стоит задуматься об открытии компании. Сколько стоит? В зависимости от того, компанию в какой стране вы выберете. лучше брать, ну, на начальном этапе, по крайней мере, компании, которые дешевле в обслуживании и открытии. Ну, к примеру, Шотландия, Эстония, либо же Словакия. Мы немножко позже детально поговорим об этом. Но вам нужно быть готовым, что по итогу где-то 200-300 долларов в месяц вам будет обходиться содержание этой компании. То есть это открытие компании, это бухгалтерское обслуживание. Если там есть обязательная сдача отчетности в этой стране, это банковские расходы. Где-то в среднем 200-300 долларов это будет обходиться в месяц. Какие основные страны, либо те страны, которые чаще всего используют для открытия Амазон-аккаунта. Я здесь специально не останавливался на Соединенных Штатах. Их эту компанию из этой страны очень часто часто используют, но там довольно серьезная система налогообложения, которая влияет на выбор компаний в том, либо же ином штате. И сегодня я о них специально не буду останавливаться, дабы вас не запутывать. Я думаю, в ближайшем будущем мы по штатам, по налогам американских компаний и особенно о Sales Tax поговорим отдельно, если Денис конечно пригласит. Я надеюсь, каждый четверг теперь будем рассказывать по этой тематике. Лирическое отступление такое, мы буквально с партнером недели-две назад прилетели из Штатов, были на конференции, посвященной Амазону, просто пришел. Sales Tax сейчас там очень большая проблема как для местных продавцов, так и для иностранцев. К примеру, нам некоторым клиентам ребята сами находятся в Канаде, торгуют в Штатах, торгуют не через американскую компанию, им в Канаду пришли налоговые извещения от некоторых штатов о том, чтобы они заплатили Sales Tax в Соединенных Штатах. Они, конечно, были очень этому удивлены, но пришлось сплотить. Это отдельная тема. Коротко остановлюсь на компаниях, это Шотландия, Эстония, Словакия. Почему они, плюсы, какие минусы. Шотландия. Она удобна тем, что если вы не получаете доходы с территории Великобритании, эта компания не платит налоги и она сдает упрощенную отчетность. Поэтому это один из основных моментов, почему Шотландия. Она подходит только для американского Амазона. Для Европы она не подойдет, потому что у вас будет аккаунт, вы, скорее всего, будете заходить на европейский Амазон с Великобритании, а эта компания не может получать такие доходы. Она может, но это чревато налогами, отчетностью и вся ее прелесть просто теряется. Эстония. Компания подходит как для американского, так и для европейского Амазона. Первое, чем она интересна, это юрисдик это тем, что у них нет как такового налога на прибыль. У них есть налог на распределение дивидендов, но в то же время у них нет требования либо обязательств, чтобы эти дивиденды выплачивались. Раз в год выплачивались, либо как-то чаще. То есть можно компанию использовать дивиденды, не выплачивать прибыль, можно выводить другими. Прибыль можно использовать другими путями. Также большой плюс в том, что если у вас эстонская компания, у вас скорее всего будет эстонский банк, а в таком случае вы можете открыть бизнес PayPal на компанию и будет у вас такой приятный бонус. Словакия в двух словах остановлюсь. Интересно тем, что подходит как для европейского, так и для американского Амазона, но основная прелесть Словакии в том, что это единственная страна в Европе, в которой можно получить бизнес в НЖ, не проживая в этой стране постоянно. К примеру, если вы владеете компанией европейской, к примеру, в Польше, в Чехии, в Венгрии, там тоже можно получить бизнес в НЖ, но он подойдет, вы его сможете получить только если вы больше 183 дней в году проживаете в этой стране. В Словакии требование другое. Необходимо, чтобы между визитами в эту страну было не менее не более 183 дней. Таким образом, два раза заехав в страну в год, поддерживаете свой ВНЖ в легальном статусе. Поэтому Словакия, она скорее всего интересна тем, кто хочет, либо кому необходимо, либо кто желает получить вид на жительство в одной из европейских стран. и через пять лет ВНЖ переходит уже в постоянный вид на жительство, который сродни гражданству только не дает права голосовать. следующий вопрос, который приходит от ребят. Мы часто видим, что продается готовая компания, либо же мы не понимаем разницу, покупать готовую компанию, либо же открывать под себя. я бы рекомендовал регистрировать компанию под себя, тогда вы будете четко знать всю ее историю и все, что происходило с такой компанией. Либо же, если покупать компанию, то тогда у тех ребят, которые там были директорами, акционерами, получать гарантии письма о том, что там не было никакой деятельности и не было подписано никаких контрактов. Брать компанию, которая там больше нескольких лет, например, бывают такие вот облащения, ну, честно скажу, очень рискованно, потому что нет ни одного способа, чтобы ее проверить, который даст вам стопроцентную гарантию, либо же покажет, что компания чистая, все с ней хорошо, можно работать, поэтому лучше регистрировать, если новую, тогда чтобы она была свежая. Что необходимо понимать, если вы открываете компанию? Практически во всех европейских странах реестры компаний открыты, то есть любой может зайти и посмотреть, кто является директором, акционером компании, какой у нее адрес, в некоторых странах также можно посмотреть, сдает ли эта компания отчетность, какой у нее статус обязательно, активная или неактивная. Поэтому почему в этом говорю, потому что некоторые ребята говорят, мы не хотим, чтобы у нас была информация в каких-то реестрах. Окей, возможно этот вопрос решить, необходимо в таком случае можно использовать услуги номинального директора, номинального акционера, с которыми это ребята, ну, скорее, чаще всего это юристы, либо же адвокаты, с которыми подписаны соглашения о том, что они управляют этой компанией от вашего имени, в ваших интересах. эти документы остаются у вас, один экземпляр у номинала, один у бенефициарного собственника, и один экземпляр, ну, не экземпляр, а копия такого документа нужна будет в банке. Банк, скорее всего, в 95% случаях запросит у вас такую вот информацию. Ну, они необходимы только тогда, когда вы не хотите светиться в реестрах. Все, в других случаях, ну, если вы торгуете на Амазоне, то просто не вижу смысла. В каких странах открывать счета? Идеальный вариант это, когда у вас компания и банк открыты в одной стране. Тогда и банку проще с вами работать, смотреть на ваши операции, что самое главное, будет меньше задавать вопросов. Приятным бонусом будет являться то, что если у вас компания и банк в одной стране, вы можете открыть бизнес PayPal. Для открытия счета в банке не обязательно присутствовать, ехать, либо же лететь в ту страну, или, пускай, это будет Чехия, Кипр, Словакия, либо прибалтийские страны. Большинство банков предоставляют такую услугу удаленно. К примеру, сейчас многие банки внедряют такую вещь, как собеседование по скайпу, где сотрудник банка с вами пообщается, задаст вам необходимые вопросы, вы покажете ему в скайпе свой паспорт, кроме как пришлете копию, этого будет достаточно. Поэтому ехать никуда не надо, все можно сделать, не выходя из комнаты. Управление счетом проходит тоже довольно просто. Банки выдают диджи пасы, это такие устройства, генератор паролей. Вы подключаетесь через телефон, планшет, ноутбук, в любом месте, где есть интернет, все свободно управляете своим счетом. Еще важным моментом, о котором я бы хотел сказать, вам нужно понимать, ребята, что если вы владеете компанией, и компания занимается торговлей, вы не обязаны платить в своей стране. Маленькая ремарочка, здесь нужно детально говорить о вашей стране, где вы являетесь налогом резидентов, компаниями, основной доход, который получается от торговли, он принадлежит компании. Когда компания вам выплачивает дивиденды, тогда вы уже обязаны платить налоги. До того, как вы получите дивиденды, ничего платить не нужно. Дополнительные возможности, которые дает компания, как я уже сказал, к примеру, если Словакия, то это ВНЖ, если же это компания в Эстонии, то это будет бонусом для получения таким выполнением при подаче документов на визу. Вы можете рассчитывать получить бизнес визу на год и более. Денис, а сейчас какой слайд показывается? Можешь сказать? Сейчас у меня в скайпе что ты мне показываешь это молоток. Почему так я не знаю. То есть он показывает именно то, что ты не показываешь скайпе? Как так, не знаю. Ну, ладно, презентацию мы выложим. Вот, сейчас нормально, сейчас плюс два, минус четыре процента прибыли. Отлично. Как раз кейс, который надо видеть в цифрах. Что еще дает компания? Смотрите, это реально кейс нашего одного из клиентов, оплачивал производителям, которые находятся в Китае. Значит, производители выставили ему инвойс на 9600 долларов. Он попросил у них, точнее, у него были еще инвойсы этого, не инвойсы, а каталоги этого производителя, где цены указаны в юанях. Пересчитав, он увидел, что там нормальная получается разница, и он попросил, чтобы они выставили счет в юанях. Штука такая интересная, что китайцы, когда выставляют счета в долларах, каждый ставит курс, который ему нравится. Да, он там приблизен к банку, но кто-то округляет в одну сторону, в другую сторону, чаще в одну, там что-то еще может добросить. Так вот, что сделал наш клиент? Он попросил, чтобы выставили счет в юанях. Он обратился в свой банк, чтобы они ему за доллары, которые были у него на счету, купили юаня. По факту он потратил на, он оплатил все в юанях и в пересчете он потратил 9 350 долларов. 250 он сэкономил только на курсовых разницах. Поэтому если есть возможность китайцам оплатить юанях, спрашивайте у них инвойсы, спрашивайте курс в вашем банке, это поможет вам сэкономить. А сэкономил значит заработал. Точно. так же еще такой момент, что если вы постоянно в банке, к примеру, если я смотрю на примеру, к примеру, Светбанк, Норвикбанк, у них есть возможность получить индивидуальный курс. Если у вас часто проходят валюты обменные операции, то есть тот курс, который на сайте, можно через своего менеджера в банке можно реально получить курс поприятнее. Так, теперь смотрите, еще такая вещь, с которой мы столкнулись, с которой, к сожалению, клиентов уже к нам обратилось, это платежи, которые были в Китай, и они смогли вернуть деньги. Некоторые производители все-таки есть поставщики немного недобросовестные, и они выставляют какая ситуация у клиента была. Они договорились в Скайпе, им сказали, окей, мы тебе сейчас на почту пришлем реквизиты, куда оплачивать. Пришли реквизиты через сутки почему-то он оплатил, ждет, ничего нет, 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 нету. Обращаются к производителю, они говорят, нет, мы ничего не получали. Он им пересылает это письмо, он посылает подтверждение оплаты, они говорят, это не наша почта, это не наша почта, это не наши реквизиты, но мы не знаем, куда ты заплатил. Не знаю, или это они так сработали, либо действительно может быть ломанули почту в них, поэтому в этом случае используйте двойное подтверждение, то есть, к примеру, они вам прислали по почте реквизиты, попросите, чтобы одни их прислали по скайпу, либо же по мессенджеру. А как они, трейд-иншуранс оплачивали или как вообще? То есть, просто на банковский перевод и все? Они просто оплачивали банковский перевод и по поводу трейд-иншуранса такая вещь еще интересная. Один производитель прислал реквизиты и сказал, что трейд-иншуранс. В трейд-иншурансе вы должны понимать, что реквизиты должны быть в сети банка. Если те реквизиты, которые вам выставляют ваш продавец и говорит, что это трейд-иншуранс, а там нет сети банка, либо реквизиты другого банка стоят, это не трейд-иншуранс. Есть риск того, что вы А как это помимо банка проверять? То есть, они не через личный кабинет присылать должны? Может, там лучше принимать платеж? Алибабы? Счет в Алибабе просто в личном кабинете и все. Для меня было странно. Обычно оплату через трейд-иншуранс все делают через личный кабинет. Выбирают ТТ, у них там высвечиваются реквизиты, там вписан сети банк. Не знаю, может, ребята не разобрались. Прикрепляют инвойс еще в придачу? Да, здесь была ситуация такая, что они сказали, китайцы прислали реквизиты, сказали, это трейд-иншуранс, это заплатили. Понятно. Разные бывают ситуации в этом плане. Если вы платите не через трейд-иншуранс, просите двойное подтверждение еще через какой-то источник. Вот ситуация с почтой была с двумя клиентами, которые к нам обратились. К сожалению, мы не смогли помочь в данной ситуации. Я просто, мне кажется, вот я по плате, вот мы в прошлый раз разговаривали, то есть предоплата PayPal 30%, потому что гарантия PayPal длиннее, но обязательно китайцы должны выставлять нам счет и обязательно прикреплять инвойс. Я не знаю, там Никита загружает их по полной программе. Я считаю, достаточно просто описания продукта, количества и продукта. И обязательно не надо писать предоплата 30%, просто там 1000 штук разложили на 30, то есть оплата за 300 штук. Оплата за 300 штук такого-то конкретно товара, сроки поставки такие-то, то-то-то-то-то, при невыполнении возврат 100% суммы. Все. То есть чем меньше, чем меньше и чем более понятно. Да, китайцы могут не подписаться, значит надо как-то это завуалировать. Никита правильно сказал, что они достаточно к юридическим вот этим вещам, тоже халатно относятся. То есть прописывайте меньше информации и максимально сжато. Когда трейд-иншуранс оплачивает, обязательно регистрируйтесь на Алибабе, через Алибабу только принимайте оплаты. Там выходит такой же инвойс, также через личный кабинет, он высылает производитель конкретный счет с инвойсом. То же самое. И там через кабинет Алибабу не надо никогда, никуда там. Если по счету банка, счет банк, да, производители хотят получать напрямую. Когда мы будем по-крупному работать, когда-нибудь может быть, тогда да, потому что все трейд-иншурансы Пайпэл стоят денег. И чаще всего эти деньги оплачиваем мы. Бывает договоренность по-разному, но опять же, мы на эту скидку можем спокойно с китайцами в будущем договориться. А это бывает и 5%, и 6%, и 8%. Когда как. Вот. И насколько я помню, Пайпэл стоит 4% или 6%, ну, китайцы нам выставляют дополнительность на трейд-иншуранс на 2% больше, соответственно, 6 или 8%. То есть, а 8% на 10 тысяч это уже совсем, это 800 баксов. Извините, то есть, да, есть люди, которые, соответственно, другие обороты делают. Вот, так что, имейте в виду, но TTC, насколько я помню, или TTL, как они там, я уже забыл, называются эти банковские переводы, надо только делать тогда, когда уже проверенный поставщик, с которым вы давно работаете, и там, мне кажется, уже такие вопросы, а если это новый производитель, продавец, не подписывает никакие вестерн-юнионы или все, что угодно, потому что самое важное, это надежность, а не экономия. На начале так. Как рассказал про вестерн-юнион, вот эти вот ребята, которые к нам обратились, что там у них в письме пришли на те реквизиты, они сначала заплатили по тем реквизитам, потом давай переписываться в почте, с той, с которой им пришел этот инвоз. Им сказали, окей, мы тут разбираемся, сейчас мы вам вернем, но вы вот оплатите на, по-моему, или на вестерн-юнион, или что, какую-то сумму. То есть, они два раза оплатили. Ну, молодцы, что они. Ну, да, ну, вот проконсультировались, я уж не знаю, кто их там. Ну, это вот из той серии, когда экономим на мелочи, на консультациях каких-то там, я не знаю, на обучение, а потом вот так впирается. Но, блин, не повезло. Я, честно, могу сказать, мне не попадались, вот честно, сколько я людей прогнал, другие проблемы возникали, слава богу, вот на такое мы не напирались. Ну, это хорошо. Ну, да. Это хорошо. Не так часто я к тому, что это не так часто, но расслабляться тоже нельзя. Вы должны, надо понимать, что если там поставщик, с которым вы договариваетесь, он не хочет принять при первом платеже, не хочет принять деньги либо через Alibaba, либо через PayPal, это должно уже насторожить. Мимо, бегом и все. И не важно, что у меня самая лучшая цена. Рассматривать его как афериста, потому что, во-первых, он не идет на встречу, он не является партнером, то есть он на перспективу, скорее всего, вас не заинтересован и не видит вас как партнера. И, во-вторых, это на 50-ше просто аферисты и все. Так, скажи, что у тебя сейчас показывается? У меня сейчас все то же самое, что и было. 250 долларов. Так что, давай в Skype так жми куда-нибудь. У меня уже последний слайд. Потому что я мышку вижу, а слайды у меня не меняются. То есть в самом Skype мы сейчас с тобой общаемся, а программа показывает именно то, что в Skype. Вот, все, да, да. Есть что-то? Да, буква да. Последний такой слайд о том, что законно ли владеть иностранной компанией? Потому что это тоже один из первых вопросов, который возникает, что может это незаконно, там, я что-то буду скрывать, нарушать, законно, но нужно ее правильно открыть, правильно управлять и самое главное потом правильно доходы распределять. вот три таких правила момента, которых нужно учитывать. Нужно понимать, что компания, она дает свои выгоды, но есть свои вопросы, с которыми вам надо будет разобраться как собственнику либо же владельцу этой компании. За вас никто не сделает. Поэтому если необходимы какие-то подсказки, помощь в этом плане обращайтесь либо же в Facebook, либо же на почту пишите, мы всегда подскажем, поможем. Так, теперь, наверное, можно и про вопросы поговорить. Про фирму я хотел сказать просто юридическое лицо, во-первых, в наших странах, как бы там ни было, это ответственность в первую очередь, а там это ответственность вдвойне, в стране, в четверг, вот и все. нет такой возможности десять раз там лохануться. Не хотелось. Нужно понимать, что если у вас компания в другой стране, особенно если это в европейской стране, вам необходимо сдавать отчетность, платить налоги, даже если они там маленькие, но их все равно нужно платить. И нужно понимать, к примеру, последний кейс нашего клиента, которого английская компания. Человек просрочил сдачу отчетности, не вовремя заплатил налоги, налоговая на него выписала штраф. После этого ему прислали одно уведомление, второе уведомление через какой-то период. Третье уведомление пришло уже от юридической компании, которая обратилась налоговая. Они прислали суммы налогов плюс услуги уже юридической компании. То есть в Европе уже переходят на то, что не налоговая за вами будет бегать, а будут этим заниматься юристы за там определенный свой генерар. Это так, если из такого, из темного. Да, а у нас ребята с палками будут бегать. Ну, наверное, готов ответить на вопросы. Ты в Facebook теперь заходи, да, смотри. И под этим я буду читать, в принципе. Давай сейчас у меня старая лента, что-нибудь есть. Как тогда использовать заработанные деньги? Ты вначале всех испугал, что снимать нельзя, выводить нельзя, зачем работать? Схему, схему, схему надо. Ну, смотрите, самый простой способ, самый простой способ, это зарегистрироваться частным предпринимателем, либо же ИП. Ну, я сейчас говорю о компании. Зарегистрироваться ИП. И вмененку платить. Что-что? Вмененку платить, и поэтому что-нибудь такое? Да, да, и просто так как мы все торгуем, то у нас основной оборот все-таки в товаре. Прибыль, которую мы вытягиваем из бизнеса, она по соединению с оборота не такая большая. И вот эту прибыль можно вытягивать из компании, причем полностью законно и легально, оплачивая на своего частного предпринимателя услуги, которые ваш частный предприниматель оказывает этой компании. А если разобраться, то вы действительно оказываете услуги. Создание листинга, введение аккаунта, продвижение товара. И это все можно реально оплачивать себе услуги. И к примеру, не знаю, как в России, точнее не помню, в Украине налог 5% с той суммы, которую вы получаете. Итого, оплачивая налог в 5%, вы получаете чистые легальные средства, которые вы можете использовать. так что как выходим на нормальный объем заработка, начинаем оформлять ИП. Хотел другой вопрос задать. Если у нас фирма в Англии, нам ИП надо открывать свое в наших странах? Или можно все-таки, как ты говорил правильно, показать налоговую, я читал, что у меня там есть фирма, я там плачу налоги, соответственно, я там зарабатываю и плачу налоги, соответственно, здесь не собираюсь ничего платить. Не, смотри, здесь нужно понимать, что здесь нужно поднимать так называемый договор об избежании двойного налогообложения, который подписан между странами. В компании, вот есть компания, есть учредитель, здесь два уровня налогообложения. Первые налоги, эта компания получила прибыль, она с них заплатила налоги, та прибыль, которая осталась после уплаты, ее можно распределять как дивиденды. И дальше включается второй уровень налогообложения. Физлицо, которое получает эти дивиденды, оно платит налоги с них у себя в стране. Я сейчас говорю именно о резидентах Украины, России, Беларуси, Казахстана, потому что у нас налоговая система плюс-минус схожая. Если же говорить об жителях Эстонии, то у них компания платит один раз. Вот она дивиденды распределяет, налога на прибыль у них нет, платят они один раз, все. Дальше физлицо получило эти средства, они уже считаются после налогообложения, может их использовать свободно. Чтобы здесь ответить детально, нужно посмотреть на... В частном случае кардеры рассматривать. Понятно. Да, нужно рассмотреть в частном случае, но сразу скажу, что получать доход в виде дивидендов это не всегда выгодно, потому что будет налог компании на прибыль и налог на доходы физлица, которая получила дивиденды. Тогда как же правильно ты сделал, хотя бы так навскидку нам объяснили? Я понял, что двойное налогообложение получается. Раз заплатил, второй раз заплатил, моя фирма будет мне все оплачивать, машины покупать, в детский садик платить и так далее, что ли? Я не пойму никак. Иногда в зависимости от страны можно дивиденды не выводить, а компания будет вкладывать в прибыль недвижимость. То есть квартира, машина, дом, использование средств этой компании как для обеспечения жизнедеятельности акционеров. Я понял, это уже оптимизация налогообложений, это чуть-чуть другая история. Не будем туда уходить, такой глупый. Это уже другая история. самый простой способ это использовать эти деньги, принимать эти деньги от своей компании, как частый предприниматель. Там есть свои небольшие нюансы, но можете обратиться, мы расскажем, объясним. Просто не хотелось бы. следующее вопрос, просто углубляться уже специфика пошла, потому что страны тем более разные, в каждой стране надо обращаться, а не проконсультировать. Нужно уйдомлять какие-то органы в Украине в открытии компании за рубежом. и как это сделать? Смотрите, у нас в Украине действует такая штука, как индивидуальная лицензия национального банка на инвестирование. Покупка иностранных компаний она подразумевает инвестиции. Если вы покупаете, инвестируете компанию, если вы покупаете либо же инвестируете компанию, вносите в основной капитал, вы должны понимать, что пока по нашему законодательству необходимо получать инвестиции. индивидуальную лицензию национального банка на инвестирование. Есть способы, как это можно обойти. Часто регистрируют компанию на номинального директора акционера, который потом ее вам просто дарит. Один способ. Есть возможность регистрировать компанию и не вносить ученики на капитал. По сути, если вы не вносите, то вы никуда не инвестируете. второй способ. Например... Пишут, что не слышно тебя. Мне потому что все отлично слышно. Прием. Как меня сейчас слышно? Я просто тебя слышу хорошо. да, я тоже отлично. Ну, поехали дальше. Поехали дальше, посмотрим. Сейчас лучше в любом случае еще. Хорошо. Поэтому варианты для Украины это либо подарок, либо регистрация без формирования основного капитала, либо покупка, но ее можно сделать в Украине из-за гривны. Тогда это не будет считаться нарушением индивидуальной валютной лицензии. Еще такой пример. Мы за последние несколько лет анализировали судебные решения, были ли какие-то санкции применены тем, кто нарушал валютные лицензии. Честно вам скажу, за, по-моему, два либо три года мы нашли две санкции суда. Там ребятам присудили, штраф. Решили вопрос? У них ситуация была... Да, решили вопрос. То есть никого не посадили, но все-таки эти моменты их нужно учитывать, когда вы создаете компанию за рубежом. Те юристы, к которым вы обратитесь, которые будут регистрировать компанию, эти вещи понимают. То есть если же они не говорят о них, обязательно спросите. есть загонные легальные способы, как это можно сделать. Поехали дальше. Так, Болгария. Про Болгарию периодически возникает этот вопрос. Использовать Болгарию как компанию? Можно, вот написано, в Болгарии можно открывать компанию, но я так понимаю, целесообразность в этом есть, потому что многие люди там живут или достаточно близко туда доехать. Болгария, Польша, вот эти вот ближайшие наши страны, восточные, так скажем. Давайте начнем наверно с Польши. Начнем наверное с Польши, с тем, что Польша, просто Болгария не помню, если она в списке Амазона. Я тоже не помню. В плане выплаты валюты. Кстати, по Латвии, по Латвии, кстати, тоже нет, по-моему, да? В списке Эстонии есть, а Латвии нет, по-моему. Никакого сказать, потому что мы с Латвией не работаем. Понял. Просто смотрите, вы должны понимать, что если вы используете польскую компанию, у вас, скорее всего, будет польский банк. Вы удивитесь, но вы от Амазона получите польский злотый. Он вам выплатит злотый. Как это будет в Болгарии, не готов сказать, но просто мы рассматривали, почему мы рассматриваем Шотландию, Эстонию, либо же Словакию. Это те компании, которые дают какие-то дополнительные возможности, дополнительные бонусы, либо же плюшки. К примеру, в Шотландии там нет упрощенного налогообложения, если не работать с Федерпретанией. Эстония особая система налогообложения. Словакия можно получить бизнес в НЖ. Можно использовать любую компанию, но вы должны понимать, что тогда у вас будут налоги. К примеру, в польской компании у них 23%. А в Англии 20%. Герман 19, по-моему. В Англии 20%. Тут еще нужно учитывать, что на европейском Амазоне у вас еще будет НДС, которым нужно разбираться. Но там еще преимущество, не забывайте, минимальная сумма при регистрации, минимальная сумма в Англии 83 тысячи фунтов и ватт можно даже не оформлять. В Германии 100 тысяч евро. Это тоже немаловажный фактор, потому что у нас очень много некрупных бизнесменов, так скажем. Денис, смотри, здесь нужно учитывать такую вещь, что если английская компания, если на английском Амазоне продает какая-то европейская компания, если она использует FBA, она обязана регистрироваться с первой продажи и регистрироваться продвижником НДС Великобритании. Если это английская компания, у нее есть льгота до оборота 83 тысячи фунтов, она может не регистрироваться. Но если это будет польская компания, либо же другая, уже этого не будет. Они будут сразу регистрироваться. Поэтому здесь есть по Вату и по НДС есть по Вату и европейской Амазоне есть свои плюсы, есть минусы. А возмещение вот этого, то есть при въезде мы платим Ват, потом самозон с нас снимает Ват, как его возмещать, например? Смотри, здесь получается чаще всего он будет не возмещаться, он будет зачитываться. Да, 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 извиняюсь, точно. Когда товар заходит в страну, любой товар, который попадает на территорию Евросоюза, так и как в России, в Украину, он проходит таможенные очистки. Время таможенной очистки платятся таможенные сборы и так называемый импортный НДС. Он платится всегда. Единственное, что если вы здесь есть момент, что если вы платить человек НДС, вы можете себе его использовать как налоговый кредит. Если вы не платить НДС, вы его не сможете использовать. Поэтому здесь просто отдельно, здесь такая довольно широкая большая тема. Я думаю, что мы отдельно посвятим НДС в Европе, в таких странах. В основном это ВКИ, это Германия, это две большие страны, две большие площадки, через которые стоит туда заходить. И тогда уже НДС в этих странах стоит рассматривать. Вопрос я сразу вижу, можно на себя как ИП вытягивать кибель со своей компанией. Здесь необходимо будет разделять. Либо скажем так, очень будет странно смотреться, если вы директор европейской компании, вы являетесь ИП, у вас договор о предоставлении услуг, и вы подписываете его с двух сторон. Ну почему? На тещу оформил другой фамилии, родственника, как обычно. Надо, чтобы эти вещи разделялись. Красиво было. Один и тот же человек с той стороны, это будет не совсем красиво. Просто почему ИП? Потому что вы для местных налоговых органов не будете так интересны, потому что вам сумма пришла, вы часть, которая необходима была заплатили, все, они даже не смогут что-то взять дополнительно с вас. Они не признают этот договор недействительный и не будут возвращать налоги вам в новых интересах. Поэтому ИП здесь как раз интересно использовать. Так, что там еще? Пока нет вопросов. Что, едем сейчас новенькое? А вот новый вопрос, это у нас есть счет в Польше на физической, на физика открыт. Будут вопросы со стороны налоговой ко мне. Не знаю. А вы резидент какой страны? Да, непонятно. У меня тогда другой вопрос. Если резидент Украины России и наши налоговые органы как-то об этом узнают, то будут вопросы. Например, в Украине это будет 18% плюс полтора убор и плюс еще штрафы и пенят процентов 35 это набежит от суммы. Поэтому я говорю, что лучше, если у вас где-то есть в другой стране счет и вы его используете для зарабатывания денег, то лучше не сидеть его в своей стране. Или лучше пионерам какими пользоваться, чтобы в черную все было. В Беларуси ситуация очень похожа будет, поэтому Антон, не рекомендую использовать счетки. Скажем так, вы можете использовать, но от польских налоговых вопросов не будет, единственное, если вам не платят польские компании. Чтобы это не получилось, что они у вас сливают деньги, деньги, тогда это могут быть вопросы. Если вы с Амазоном работаете, то здесь вопросов не будет. Но единственное, если польские, то вы будете получать злоты, а там совершенно другая конвертация и другие потери на конвертации. фунтах выгоднее в евро, чем в злотах, да? Да. Еще такой момент. Вот у нас несколько клиентов, несколько ребят было, они на Амазоне торговали, они использовали свой счет в Крибалтийском банке. Когда у них оборот дошел до 70 тысяч, у них банк попросил операции, подтверждение их операций. Они показали, да, вот мы торгуем на Амазоне вот у нас оборот. На что банк сказал, что это бизнес операции, открывайте компании и вас месяц, чтобы вы закрыли этот счет. Поэтому если вы используете счет физлица для бизнес-операции, для торговли, будьте готовы, что банк может спросить вплоть до того, что его закрыт. Это вот из серии того, что многие очень не понимают именно разницу между юр аккаунтом и физ аккаунтом. Америка мы работаем все, 99% наверное, мы по крайней начинаем. Это физ, физ, ну, физического лица, без юридического лица мы начинаем работать. А в Европе, в Европе это намного сложнее. В Европе, я так понимаю, физ аккаунт может иметь только житель Европсоюза. Здесь даже вопрос не в аккаунте на Амазоне, а вопрос к мониторингу банка. Потому что, если вы открываете счет как физ лицо, то, соответственно, там должны быть операции как физического лица. То есть, там, зарплата, какие-то расходы, доходы, но они должны быть связаны с бизнесом. Только вы переходите обменный порог банк начинает вашу операцию мониторить, он будет спрашивать, что за операцию, покажите, ну, вы видели, что есть прецедент, они закрывали, закрывали, связали клиента закрыть аккаунт, счет, счет в банке. Так, его вопрос появится, если в Эстонии открыть компанию, а продавать на Амазоне в США, нужно ли регистрироваться в платеже МНДС? Вопрос неоднозначный. Почему? Потому что если вы продаете на американском Амазоне, у вас товары в Европу никак не попадают, у вас не возникает обязательств либо требований регистрироваться платежиком МНДС. Но если вглубиться в правила Амазона, он говорит, что если аккаунтом вводит европейская компания, он будет насчитывать 20%, он будет насчитывать МНДС на услуги, на свои услуги. Поэтому если у вас европейская компания, вы торгуете на европейском Амазоне, на американском Амазоне, вы либо платите 20%, ну, ту сумму МНДС, который, тот процент МНДС, который в вашей в стране, в стране регистрации компании, либо вы предоставляете бесплатящий командир и сдаете американскому Амазону ваш ВАД-номер. Все, только вы номер предоставляете, он не насчитывает эти услуги. Но он не насчитывает процент. Та же самая история, как с Россией, так понимаю. Тоже самое, абсолютно. Новые вот эти правила, которыми проще плата. В Европе это давно такая штука. Американский Амазон. Но, честно говоря, я когда узнал, то был так не совсем приятно удивлен. Но проблема решается довольно просто. И большая просьба, не надо подставлять другие номера, которые не принадлежат вашей компании. если Амазон это узнает, а узнать он может очень легко, потому что все номера можно проверить в онлайне. Если он знает, что не принадлежат ни вашей компании, то есть большой риск, что аккаунт просто заблокирует. А ты говоришь обход этой ситуации, как решить эту проблему? Вот, например, по России, Европе, это же одно и то же. Ну, смотри, просто эстонская компания регистрируется плательщиком НДС и все. Если она зарегистрирована плательщиком НДС, это не означает, что она должна платить его в стране. Понимаешь? Но у твоей эстонской компании будет НДС номер европейский, например, эстонский, либо же английский, неважно. Вы его даете американскому Амазону, прописываете в себя в аккаунте, и все, он не насчитывает эти суммы. у вас не возникает обязательств платить налоги. Понятно. Такой маленький нюанс здесь есть. Следующий вопрос. Не совсем. Тут Игорь спрашивает. Я сейчас говорю про американский Амазон. Если у вас европейская компания торгует на американском Амазоне, он будет вам автоматически насчитывать 20% к своим услугам. К услугам Амазона. Но если вы предоставляете им налоговый номер, тогда он насчитывать эту сумму не будет. Нет, это не оборот магазина, это не товар, это НДС на услуги Амазона. Надеюсь, Игорь ответил на ваш вопрос. Есть там еще что-то? Может быть? Ждем вопросов. если будут вопросы, пару минут подождем, закончим на этот раз. Я думаю, если что, кто не успел, под постом напишите, позже ответим. Что еще интересного? Еще расскажу момент, многие стремятся получить так называемое электронное резидентство в Эстонии. сам получил буквально неделю назад, но получил его просто ради экспертивного интереса, чтобы пройти эту процедуру. Обошлось там, по-моему, 103 евро это все дело. Что она дает? Ну, не где-то дополнительных возможностей, бонусов, касательно резидентства в этой стране, либо получения визы в электронном виде, либо же еще что-то. Нет, это просто от доступа. Просто Эстония вас идентифицирует как физическое лицо, да, и присваивает вам свой идентификатор, зная который, вы можете воспользоваться государственными услугами, используя этот идентификатор. То есть там есть возможность зарегистрировать компанию, есть возможность получить информацию из разных приехков, но не более того. Поэтому, да, интересно, приходит такая карточка с чипом, такая красивая, без фотографий, жалко правда, но и все. Это все, что она дает. Так, Андрей спрашивает, если какая компания не будет получена от прибыли в Эстонии, если все продажи, только на Американской Амазоне. Но, два момента. Стоунская компания налог на прибыль не платит в принципе, потому что у них другая система налогообложения, только у них налога на прибыль нет. Но в доходы ей будет зачитываться та сумма, которую она получила в продаж в спарк. Поэтому эстонская компания, где бы она прибыль не получала, в какой стране, она обязана себя отображать в бухгалтерском учете. Поэтому неважно, где она торгует, доходы, это будет считаться. Так, Сергей спрашивает, если у меня Амазон зарядится в Ирландии, я хочу иметь бизнес-адрес Украины, чтобы не платить в ад. Как это вы можете сделать, и какие могут быть проблемы? Честно, все наоборот, Украина пытается выйти, а вы ее хотите вернуться. Наелись уже. Сергей, не совсем понятен вопрос, почему у вас зарегистрирован аккаунт на нидерландскую компанию, либо у вас зарегистрирован аккаунт, по-моему, в Нидерландах не точно, в Амазон. По-моему, там в 5 странах есть. Ну да, насколько я знаю, Франция, Италия, Испания, Германия, Англия. Да, поэтому если есть возможность уточнить, какие либо напишите отдельно мне, я постараюсь ответить. Так, Игорь спрашивает, что-то когда есть американская фирма, и ВАД передал Амазоне, по каким образом платить сейлс-такс? Если есть американская фирма, у вас не будет ВАД, если мы говорим о штатах. Сейлс-такс, если так коротко про сейлс-такс, то вы обязаны его считать и платить в тех штатах, которых на фулфилмент центрах Амазона, в которых находятся ваши товары. Вот в тех штатах вы обязаны регистрировать плательщиков и собирать с ваших продаж и платить сейлс-такс. В последнее время там было несколько статей, о том, что с 1 апреля Амазон будет собирать и считывать сейлс-такс, все там, шара закончилась, смерть, все пропало. Нет, он будет собирать этот сейлс-такс не только с своих продаж и с своих услуг. Это пока что не касается ребят, которые тратят через обеих. Ну, это если коротко. Ну, это пока. Так что готовимся. Ну, к сожалению, да. Ну, на самом деле, если так еще в словах про сейлс-такс и Амазон, его в Штатах кошмарят уже, наверное, лет семь офлайн-площадки. Потому что все офлайн-магазины Walmart, там, другие, они собирают этот сейлс-такс и его оплатят. И, соответственно, они его просто вкладывают в цены. Амазон выгоден тем, что выгодно покупать тем, что цены товаров немножко дешевле, чем в офлайн-магазинах за счет того, что нет сбора этого сейлс-такса. Поэтому сейчас там все за справедливость и равноправие борются, чтобы выровнять, чтобы Амазон собирал и платил. Поэтому думаю, он к этому придет, но за это он будет брать отдельные офисы, как за дополнительные услуги. Главное, что все в равных условиях были, чтобы нас конкуренты не как-то обошли технично. Или лучше мы их обошли. Да, Сергей, вы правы регистрироваться. Нужно будет в каждом штате и платить в каждом штате. Есть уже специальные приложения, специальные программы, например, TaxJar. Это налоговая программка, которая подключается к вашему аккаунту и рассчитывает, в каком штате вам какую сумму платить надо. Сергей, бизнес-адрес нидерландский. Сергей, напишите мне в фейсбук отдельно, я вам отвечу, потому что тут надо детально с вашим вопросом проговорить. Ссылки в конце просто напишем. Да. вы консультируете протернизации компаний, счетов банков в Словении и других странах. Владимир, со Словенией мы не работаем. Сразу скажу, если говорить о Европе, то мы работаем в Великобритании, Штекландии, Эстонии, Эстонии, Словакии, Кипр, Австрии, Швейцарии, если кому-то надо, но это не для Амазона. Там стоимость компании 10 тысяч долларов стоит, но ее не использовать. Stripe, Atlas, который позволяет от бизнеса, где США удаленно. Насколько я знаю, буквально несколько недель назад заходил, смотрел, они пока не работают, это все тестируют. Если они предоставят такую возможность, да, это будет круто, это будет интересно, но вы должны понимать, что американская компания это обязательно налоги, обязательно, от 15 до 40%. Да, там есть возможность оптимизации, но вам необходимо будет иметь бухгалтера, который будет вас либо консультировать, либо изначально построить этот механизм и его учитывать. Поэтому если и заработает Stripe, Atlas, все равно там будут некоторые своя будет спирти кормил. Потому что компанию в Штатах можно открыть сейчас удаленно, туда ехать не надо. Единственная проблема в Штатах это открытие банковского счета. Потому что у них после 11 сентября вопросы специально принятый закон, который уже встречает требования к финансовым операциям. И при открытии счета нужно обязательно присутствовать в банке. Были во Флориде общались с местными банками. Сейчас там такой кипиш немного идет. что наши выходцы из советских стран, которые работали в банках поняли эту тему и предлагали удаленное открытие счета. 2000 долларов это стоило. они делали документы якобы человек был. Все красиво, но когда-то дело всплыло, сейчас идет серьезное расследование. поэтому не стоит играть в такие вот игры. Сколько стоят наши консультации и услуги? зависим если вопрос простой у нас есть блог на фейсбук и там довольно много информации. Думаю мы будем более я надеюсь буду участвовать гостям если моя информация полезна будет. Вы получите много информации если говорить об индивидуальных услугах то от 100 долларов в час. Поэтому если необходима индивидуальная консультация обращайтесь проговорим но честно говоря мне очень нравятся те ребята которые торгуют на Амазоне в каком плане потому что я считаю что они делают больше чем делают политики и руководства наших стран они делают свой бизнес несмотря на те проблемы которые есть у нас вы то работаете там но деньги то все равно мы тратим в своих странах поэтому считаю для страны это хорошо да главное отработать сейчас вот у нас на днях со мной человек вышел там общались и все из Украины хоть отправить товар как-то можно ну хоть как-то можно из России просто я вообще ни одного человека еще не знаю кто профессионально отправляет приличные партии то есть да до 30 килограмм там почты не поймешь как то понятно а именно нормальный вот как раз с человеком мы общались там проект государственный по продвижению продаж этих как они называются ну народное творчество то есть там какой-то союз там вот он со мной общался там какие-то инвестиции то есть государство я говорю вот прям вот какого-нибудь начальника взять просто скорее вот просто дайте нам продавать товары из нашей страны на экспорт спокойно чтобы нас не кошмарили на таможне мы не знаем нам проще с китайцами я китайцу на русском там ломаном на переводе там написал деньги перевел причем свои карты с кредитной просто капусту кинул он произвел деньги заработал отправил в Америку транспортники заработали которые в Китае работают форвардеры доставка работает логистика работает соответственно работают склады все что связано с логистикой работает производство все работает за мои деньги которые я кредитанулся в нашем банке грубо говоря ну гипотетически там под какие-нибудь бешеные 25 процентов ну грубо или на свои там повез на свой страх и риск а в своей стране где у нас сейчас за счет разницы доллара и в Украине по любому такая ситуация и в России и в Казахстане и Беларуси мы нормально не можем просто взять свой товар из нашей страны отправить там продавать да это всем классно просто это вообще великолепно вот человек мы разговаривали это госпрограмма ну не знаю как как куда это заведет интересно просто вот будем общаться посмотрим я его там проконсультирую мне просто он говорит вроде как бы а дадут зеленый свет ну им дадут зеленый свет или всем непонятно вот просто дурдом вывезти ничего не можем уже схемы ввоза понятно ну более-менее так кто этим занимается а вывоза нет короче то есть никому наш товар не нужны а сейчас есть люди которые просто реально так точечно правильно то есть мы же мелкий бизнес а мелкий бизнес самый эффективный всегда потому что мы вручную проверяем отбраковку мы вручную там все это делаем и тратим свое время и соответственно максимально эффективный вот вот но отправить не можем ну к сожалению к сожалению эта печаль есть в Украине тоже там только напрямую сложно работать ребята пользуются там разнообразными там полукривыми схемами но есть 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 проблемы но на самом деле решаемый выход есть все ссылки будут после просто мы в конце напишем да и в таблице в таблице инструментов я тоже внесу то есть в разделе услуги все будет расписано подробно да я спрашиваю если не совсем поспешим имея компанию в какой стране я могу указывать на своих продуктах что они произведены в Европе по их адресу а не писать Made in China по поводу по поводу на Амазоне на Амазоне есть там один раздел можете более детально посмотреть там если коротко то нельзя вам вам будет писать на продуктах которые сделаны из Китая что они сделаны в Европе вам необходимо либо делать в Европе переупаковку либо там сбор либо что-то еще чтобы можно было указывать что они сделаны в другой стране единственный дизайн можно писать что-то типа дизайн как на Apple написано да 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 дизайн европейский американский там я не знаю произведено в Китае это ничего такого здесь в этом нет это первый момент второй момент сборочно-разборочно я не знаю в каждой стране по-разному как там стол приехала сборная-разборная ножки прикрутили и стала Made in Canada как-то тоже криво ну говорят вроде можно но надо понимать тоже законодательство и надо понимать какая степень должна быть интеграция то есть из какой количества материалов работаем 50% 20% чтобы так писать а так просто будет обман и все у нас есть несколько клиентов которые продают растительное масло в Европу вот что они делают они в Словакии кстати там открыли небольшой цех где просто разливается масло они его привозят из Украины в цистернах там делается произливка сертификации и все и по Европе она уже идет как ну так я говорю в разных странах разная степень интеграции я говорю где-то это на это глаза скрывает а где-то реально если произведено должно быть и выращено или произведено то есть вот как у нас сливочное масло по ГОСТу масло сливочное масло коровье и понеслась то есть здесь если законодательство закрывает эти лазейки то да если не закрывает то делай что хочешь ну потому что преимущество реально есть у тех кто не произведен в Канаде ой в Канаде в Китае это однозначно тем более особенно такие гигиены детские там игрушки то есть с ними вообще непонятно ФДА сертификаты в последнее время как я понимаю это вообще необязательная вещь это именно как это сказать во-первых ну короче мы сами должны наше желание то есть вот я пока по сертификации не понимаю то есть если мы поняли с патентами как работать с торговыми марками более-менее начинаем разбираться что такое патент пендинг и там гейтинг вот это вот вот непонятно с сертификацией пока ничего не понятно потому что как я понимаю Амазон вообще абсолютно фиолетово с каким мы документацией идем но если таможни пропустят значит на Амазоне торговать можно то есть протащили без проблем торгуй но если будет какая-то жалоба и все остальное опять Амазон я не я займите не моя значит это самое через суд решайте проблему то есть там прыщи какие-нибудь вылезли новые или там я не знаю что-то случилось и так далее и так далее то есть покупать их терроризм никто не отменял ну здесь еще такой момент что вот если так для короткого понимания когда надо здесь сертификаты когда вы работаете с продукцией которые каким-то образом любыми путями попадают в организм человека да да это именно пища и нанесение на кожу то есть вот это вот самая главная геморройная вещь да поэтому Сергей спрашивает не могли бы поподробнее рассказать про то как платить в России через ИП за оказанные услуги ну это будет получать ИП а не платить ИП то есть ваша компания которая принадлежит вам платит вам на ваше ИП за услуги так как вариант просто вывода получения прибыли от вашей компании а может быть этот человек имеет вы уточните вопрос просто я так понимаю вы хотите просто покупать товары с ИП заказанные услуги может это у нас заказанные услуги просто все вот эти мусорки и все остальное работает списание налогообложений из-за этого надо надо уточнить какие услуги транспортные как обычные ну так что просто надо понять да что что подразумевается под ИП и заказание услуг например в Украине там частный предприниматель не заплатит это практически нереально заплатить какой-то внешний платеж ну надо за грамм ну понятно экономический платеж из Украины да надо инвести на Россию та же самая история внешнеэкономическая деятельность надо иметь валютный счет там много-много всяких моментов потому что тут же еще момент возмещения НДС получается то есть мы же если туда отправляем нам должно государство размещать НДС это целая история насколько я помню там то есть не будем вдаваться это уже такая супер специфическая тема уже пошла вообще в такая глупость мы как бы вроде с Америкой и Китаем торгуем вот в основном оплачиваем мы чуть по-другому а здесь уже действительно надо индивидуально каждую схему разрабатывать по оптимизации потому что в основном в основном мы напрямую фирмами там российскими украинскими я так понимаю не работаем в основном в чернуху и какие-нибудь этими работаем частными вот то есть как это потому что мелкий бизнес реально почему американцы нас пускают 2,5 тысячи долларов потому что для американцев это ну просто ничто это как вот я не знаю в гривнах нисколько это как у нас там я не знаю оборот там 20 тысяч рублей ну там даже не 2,5 тысячи пускай 25 тысяч рублей что такое 25 тысяч рублей там спасать да ничто вот из-за этого что-то оборот да оборот всего на все из-за этого американцы его и пропускают для нас 2,5 тысячи долларов мы на них жить можем спокойно месяц вообще легко то есть это отличная зарплата у нас это 150 тысяч рублей практически то есть это отличная зарплата ну пускай там менеджер вышел там с среднего звена особенно в небольших городах это вообще красота вот из-за этого а для них это ничто вот и поэтому нас и пропускают они потому что это микробизнес это даже не малый бизнес малый бизнес когда вы десятками тысяч долларов начнете прокручивать хотя бы в месяц и желательно доход чтобы такой был тогда мы начнем уже задумываться о налогообложениях и всем остальном потому что сегодня вот я разговаривал с Германией человек помимо ВАДов платит еще 50 процентов с оставшихся дохода он и говорит нас китайцы просто задушили уже кстати вот чтобы вы понимали у нас клиент в Германии есть там во Франции я когда рассказал ему про нашего частного предпринимателя и про налог 5 процентов он говорил то блин у вас тут Монте-Карло ну да именно так это ну это хорошая возможность как можно это конкурентное преимущество называется вот из-за этого мы можем у нас во-первых услуги намного все дешевле ну реально просто дешевле на порядок то есть американцы надо скоро к нашим юристам то есть у меня люди которые живут в Америке работают они обращаются к нашим юристам и всем остальным потому что это дешевле там просто в два в три в четыре раза вот и все в этом же роде а по налогообложению я уже некоторым кто живет там у них все зрение я говорю вы уже думаете партнеров у нас искать вот просто вам уже надо это оптимизация заниматься ну я шучу конечно но в любом случае то есть если вот человек платит с чистого дохода 50 процентов еще вот и прикиньте он их платит не оптимизирует так поехали дальше так физ лицо платье за границу или даже чуть-чуть выше человек писал на упаковке design in usa made in china оставили негативный обзыв ну это вопрос каждого конкретного покупателя просто не дочитал ну да это тут такая ситуация частная конечно меня например когда я начинал топ-ревьюер написал просто я ему ну как бы я в те времена с этими фидбэками не занимался то есть вручную писал потому что продаж было мало в начальном этапе я считаю раздачами купонами занимался в те времена и один топ-ревьюер мне просто написал сначала в почту типа что ты там мне там напоминаешь я там быстрее не напишу отзыв и прям сразу же мне написала одна звездочный отзыв причем это был по-моему шестнадцатый или пятнадцатый отзыв как сейчас помню а до этого все практически 4-5 звездочные причем чужих людей то есть реально продукт был качественно и он реально меня убил просто то есть по продаже он меня осадил просто жестоко и я в те времена продвигал то есть именно через топ-ревьюеров то есть и другие отзывы у меня были тоже топ-ревьюеровские но я и жаловался и что бы пытался сделать и голосовал против него мои там все друзья но так он его и не брал вот но смысл такой что люди неадекватные надо это понимать вот сейчас в Европе мне сказали с прям недели месяц остался не помню какое число то сейчас на данный момент например в Европе покупают товар получают товар и когда делают возврат за свой счет а сейчас вышел закон то есть у нас в России например такого нет то есть кто-то хочет забирает кто-то хочет не забирает и сейчас у них в Европе будет закон выйдет как он мне сказал человек что теперь возврат за счет продавца то есть он говорит я вещами и он говорит я платьями торгую то есть у нас там ну то есть это нормально то есть там люди два размера могут взять там и так далее и потом возвращать вот и получается такая вот история так что моментов просто громадьёй и на отзывы по отзывам надо читать очень внимательно правила Амазона и пытаться аргументированно вот доказывать что они несправедливо да можно искать что они верифицированы не верифицированы там искать разными способами кто их отправил телефонов нет контактов нет ничего нет и у меня вот с людьми общаешься просто у человека три конкурента всего ему один раз написали он от двух отзывов негативных отбился в следующий раз написал чуть ли не то же самое лицо у которого уже убрали этот отзыв месяц назад он говорит вот у него и в этот раз ему сказали все нормально так что на Амазоне какого индуса попадешь тоже момент здесь ну надо отзывом надо с отзывами работать в плане новый получать в первую очередь заваливать старые вот и все другого решения нет да здесь не совсем понятен вопрос Игоря что у нас если пиздец платят за границу то надо договор подавать с переводом на украинский согласно которому проводится данный платеж на самом деле здесь многое зависит от банка через который вы платите потому что у каждого свои правила но обычно такие банки которые покрупнее там с международным капиталом да то они более более лояльны можно через них делать но честно говорю давно никто из клиентов не платил именно из Украины если говорить о маленьких суммах да то здесь вам не могу посоветовать единственное что могу сказать что банк банку рознь если в каком-то банке вам некомфортно работать просят много документов попробуйте еще там один второй думаю вы найдете а я понял информация для всех была все Игорь спасибо хорошо я смотрю вопросы вопросы заканчиваются чуть-чуть если если будут моменты то контакты будут я понимаю и в конце вебинара и там у тебя какой-то список есть да есть список именно это самое нет ну здесь вот таблица инструментов в описаниях есть и в шапке есть я уже не знаю куда его пихать то есть там всякие ссылки на всякие полезные действия он вот здесь вот находится видео видно то есть вот если будут вопросы то пишите фейсбук на на почту я думаю что мы поможем у нас много довольно много мы сейчас планируем именно сеть публикаций по 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 налогам в штатах там довольно большая 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 сложная налоговая система поэтому там одну-две две две публикации так так просто не расскажешь но мы мы постараемся эти налоги преднести как со стороны для amazon продавцов чтобы они были адаптированы именно под торговлю на амазоне кстати еще такую вещь добавлю что у Payoneer есть такая услуга так называемый бизнес Payoneer мы это называем Payoneer для для компании поэтому если у вас будет 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 компания то можно использовать Payoneer аккаунт именно который для компании компания должна быть заграничная или у нас российская украинская там есть перечень стран ну Россия Украина Беларусь Казахстан нет мы уже привыкли к тому что нас обделяют но здесь речь идет об иностранных компаниях это Европа там некоторые страны из Азии возможно но просто самое интересное что можно использовать для европейских компаний и тогда тогда если вы торгуете через Payoneer с эстонской английской компанией на американском Амазоне у вас не будет конвертации в фунты либо же в евро вы конвертацию сможете делать сами в том объеме который необходим будет вам считаю сделали сделали ребята прикольно удобно если потом китайцы через Payoneer вообще нигде их затраты ну да осталось с китайцами договориться я так понимаю через эту карту можно через трейденшурнс оплачивать некоторых получается у некоторых пишет ошибка и так далее там проблема мы столкнулись с тем что проблема неправильно где-то ошибка в документах то есть где-то стоит дефиск где-то запятая где-то слэш надо чтобы данные были один в один прописаны то есть если большие буквы заглавные то да заглавные если первое заглавное остальные маленькие то чтобы оно было один в один повторяло если там где-то оно не а где они должны совпадать в личном кабинете Alibaba где трейденшурнс в Alipay то есть вот бывает у кого-то трейденшурнс мы например оплачиваем у одного пролетает без проблем пионерская карта а у других пишет какие-то какие-то проблемы пишет там я же забыл там по-разному можем сделать сделать так я просто просто это делали наши клиенты мы в этом плане просто просто проконсультировали они сами главное чтобы данные были написаны точно так как у вас в документах которые вы предоставляете в пионеру либо же которые вы указываете в платежных системах понятно потому что у меня вообще я потому что никогда не платил именно в пионерской карте оплатил именно с обычной и платил с PayPal вот а это самый пионер грубо говоря не использовал мне там на одного человека оформлен ну как обычно а Alipay я даже не пользовался то есть он мне как-то оформил был сто лет назад то есть я бы тоже другим вообще занимался там на меня грубо говоря оформил так что ну так что ребята в этом плане молодцы они дают китайцам которые открывают по ней карты произведения китайским там дополнительные бонусы ну да один процент на вывод денег один процент что там они склоняют к тому чтобы они открывали и работали поэтому я думаю они скоро добьются и опыт будет очень удобно пользоваться согласен интересная тема пионерам потому что это платежность как они себя вот вопрос такой вот интересный к пионеру вот сколько я их сюда звал они наверное что-то не хотят то вопросов недостаточно то еще что-то вот вопрос один они все время себя поэссанируют как платежная система соответственно идет ли информация можно ли информация как не счет не счет в банке да это общий счет в банке там мы все варимся то есть и Вась и Петя и Санек и Юрок и все остальные но я все понимаю ну зачем на карте тогда они именные нет главное этого кода зато карта именная то есть я понимаю номер присвоили ну замечательно ну там даже если у них в базе там есть как-то индификатор какой-то в виде номера то там зачем на карте она именная а сами себя поэссанируют то есть много вопросов таких с пионеру которые хотелось бы вот именно такие провокационные хотелось бы реально выяснить а я тебе скажу они они здесь не ответят глубоко и детально почему потому что здесь нужно смотреть законодательство там в каждой из средних стран к примеру у нас года два назад ребята отправили запрос в национальный банк там одна юридическая компания чтобы спросить является ли счет в пионере открытый открытым так как счет в иностранном банке конечно национальный банк там он далек от этих вещей там как-то завуалировано что-то пытался в меня им ответить но суть такая что да это счет в иностранном банке поэтому надо надо получать индивидуальную лицензию вот поэтому все таки деньги там ваты ну да короче скользкое скользкое все зависит от каждой страны но хотелось бы я думаю здесь в основном русскоязычный то есть СНГ хотелось бы по нашим странам хотя бы чтобы нам объяснили рассказали мне кажется это было бы достаточно то есть то есть к сожалению в Украине сейчас у нас очередная налоговая реформа начинается и у нас доходы с физических лиц будут теперь считаться по-другому точнее налоговая будет следить за нашими затратами если мы делаем какие-то крупные покупки на какие понятно а до этого что вот там они там корабли там я не знаю самолет покупали это уже все то есть это их как бы не относится то есть старые-старые-старые откуда все это ну скажем так скажу пример одного из насколько глубоко они смотрят то есть у нас одни ребята проходили покупали там долю в банке в маленьком украинском и проходили так называемую идентификацию в национальном банке чтобы показать откуда у них у них доходы так вот там человек говорит вот откуда деньги вот мне оставил отец наследство да он там откуда у отца деньги он продал дом откуда отец взял дом купил его отец это было там в начале 90-х покажите откуда ваш дед его отец взял деньги чтобы купить этот дом покажите источник дохода это было там двадцать с лишним лет назад поэтому ну это может быть частный случай но который показывает в какую сторону оно будет меняться ну все ясно да поэтому легче не станет поэтому однозначно как у нас говорят английские аудиторы сейчас жизнь становится похожа на жизнь в стеклянном кубе все видно все 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 хотят контролировать поэтому если вы строите бизнес старайтесь делать это ну правильно это это сделать несложно но это надо надо учитывать тем более в будущем вам это пригодится да осталось только начать зарабатывать на Амазоне и все и будет ништяк дело то за малым да только начать и кончить Амазон растет он делает все для того чтобы будет Украина то он заходит я что-то новость опять читал что до конца года он уже у вас будет не слышали в Украину да что-то все вокруг докол скачет новость такая во-первых она вышла где-то там ближе к первому апреля опять а во-вторых там там это Укрпочта хочет завезти сюда Амазон в таком плане чтобы доставка была в Украине ну понятно то есть чтобы там покупать но мне кажется это пока больше громкие обещания чем ну понятно короче тут в любом случае будем двигаться дальше я думаю пишет Александр что это от пересылки без посредников но возможно да хорошо ребята тогда всем спасибо что были с нами будут вопросы пишите обращайтесь Денис добавит да ссылочки сейчас скинь тогда продублируй я на следующий значит анонс у нас мы вот эту тему будем такую заумную проводить по четвергам я думаю чтобы как кому интересно то есть потому что тема специфическая не каждый до нее дорос вот и мы надеюсь что это по четвергам будем сильно так загружать и что-нибудь интересное задвигать так что подготавливайтесь да кстати такой еще короткий момент скажу сейчас в последнее время часто начали ребята обращаться из Кабахстана Молдавии которые не могут открыть 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 амазон аккаунты кому интересно мы сейчас запускаем такую услугу как компания в аренду то есть вам не надо покупать не надо регистрировать компанию мы это делаем все сами вы просто платите там какие-то ежемесячные арендные платежи ну пока что это внедряется если кому-то интересно подскажет все всем удачи всем пока дома на сегодня достаточно да все Денис спасибо огромное за предоставленную возможность и хорошего вечера все пока всем пока